Меня зовут Юлия Серегина и я студентка 4 курса педиатрического факультета РНИМУ имени Николая Ивановича Пирогова и журналистка студенческого медиа-центра Пирогов ТУМЕД. Специально для абитуриентов РНИМУ мы задали самые частые вопросы про обучение, выбор факультета и специальности нашим студентам. Сегодня на наши вопросы и вопросы подписчиков социальных сетей университета отвечала Анна Федосеева. Третий курс медико-биологический факультет, специальность медицинская биофизика. На самом деле меня правда сюда занесло абсолютно случайно. Первый раз, когда я сюда пришла на день открытых дверей, я подумала, что это место даже немного жутковатое, но потом я стала приходить все чаще и прониклась большой любовью к этому месту и поняла, что я бы хотела сюда поступить. Выбор пал на биофизику тоже случайно. В биологию я была влюблена давно, но в 11 классе, наверное, как и большинство из нас, я вообще не знала, куда идти. И мама посоветовала мне отталкиваться от школьных предметов, которые мне нравятся. И я как-то сидела на уроке физики и поняла, что мне тоже интересен этот предмет. Я задумалась, можно ли как-то совместить биологию и физику. И так получилась биофизика. Биофизика – это чуть больше про науку и про клиническую диагностику, чем про медицину. Но с медициной мы тоже достаточно близки, особенно на первых курсах. На первом, даже на начале второго курса ты не особо чувствуешь разницу, общаясь с сокурсниками из других факультетов. И понимаешь, что вы пока что на одной волне, и только потом все пойдет по разным путям. Одним из самых главных наших профильных предметов является морфология. Грубо говоря, это анатомия плюс гистология на лечебном и педиатрическом факультете. Морфология длится два года. Первые два курса – это достаточно сложный и объемный предмет. Он один из таких фундаментальных для нас, поэтому всем абитуриентам, будущим первокурсникам я советую с самого начала относиться к нему серьезно и учить его. То есть ничего страшного в нем нет, он просто достаточно объемный, но если грамотно подходить к его изучению, то все получится. У нас есть физиология, которая совпадает с лечебным и педиатрическим факультетом, микробиология у нас тоже есть. Вот с третьего курса у нас начнется биохимия. Именно на моей специальности биофизика у нас практика идет после первого курса. Сейчас она, как бы это сказать, на кафедре, грубо говоря, проходит. Раньше, я знаю, были прям выезды в какие-то лесопарки. Мы исследовали, ну, биологическая практика, мы исследовали там беспозвоночных, все в этом духе. Но сейчас у нас больше на кафедре, то есть это в формате тех же самых лекций, потом семинары, много рисунков, готовьтесь и учитесь рисовать, даже если не умеете. Вот, но наша преподавательница сказала, что мы все-таки можем самостоятельно сделать такой мини-выезд, наловить в лесу, на водоеме этих беспозвоночных и принести их на кафедр, чтобы изучать. И что вы думаете, нас и так немного в нашей группе человек, но мы все равно организовались и приехали, кстати, в мой город, в Подмосковье, мы приехали, пошли на водоем с очками, с бланками и наловили. Это было очень весело, здорово, познавательно и, ну, так, сплочает группу, грубо говоря. Ну, знаете, для меня часто сложно, равно интересно, поэтому из таких предметов я, наверное, назову физиологию. Она, когда ее только начинаешь изучать, кажется безумно интересной для меня. Я думаю, многие мои одногруппники подтвердят, особенно у нас был интересный преподаватель, от этого многое зависит. Вот. И она довольно-таки сложная. Некоторые темы прям очень объемные, обширные, но проходятся довольно-таки быстро, поэтому нужно успевать, нужно самому много учить и спрашивать у преподавателя, и тогда все будет понятно и еще более интересно. Ну и, как я уже сказала, один из таких сложных – это морфология. Вы знаете, моим разочарованием был тот факт, что ответ – да. Я надеялась, что раз мы не совсем врачи, как мы себя называем, то нам не нужно будет носить халаты, но так как это медицинский вуз, это такой наш дресс-код, наша вторая кожа, мы, конечно же, носим халаты. И сейчас мы понимаем, часто с одногруппниками разговариваем на эту тему, что это довольно удобная часть одежды, то есть это иногда халат согревает зимой или просто когда холодно, там в карман можно телефон иногда кинуть, ну и в целом уже ощущаешь себя как-то уютнее в этом халате, так что к этому быстро привыкаешь. Довольно распространенное клише, как мне кажется, что если студент ходит на отработки, то он плохо выучил или он там неудачник. На самом деле это не так. Конечно же, я была на отработках, все мои одногруппники были на отработках. Я была на химии, у нас тоже химия немножко отличается от лечебного и педиатрического факультета, хотя проходит на той же кафедре, программа просто другая. И в третьем семестре на физической химии там без отработок вообще невозможно. Просто я не знаю, то ли урезали программу, по-моему, так, что ты на семинаре физически не успеваешь все пройти и хочешь не хочешь, ждешь на отработку. И на самом деле мы нисколько не расстраивались, не переживали, не грустили, мы наоборот как бы все понимали. И порой на отработках ты узнаешь даже больше, чем на основном семинаре, допустим. Поэтому отработке это вообще не страшно. Ну и к тому же это возможность пересдать или сдать то, что ты не успел. Может быть, ты отсутствовал на каком-нибудь семинаре, там, по причине болезни, отъезда. И отработка это шанс все сдать. Пока что, отучившись два года, мы не были в лабораториях. Но вот на кафедре физиологии во втором семестре наш преподаватель, ну, он работает в лаборатории, которая в нашем вузе находится. И он у нас проводил и показывал эксперименты или просто оборудование, которое соотносится с темой. Вот. И мы проводили несколько лабораторных работ. Это было довольно-таки интересно, необычно для меня, как человека, который никогда ручками, так сказать, ничего не делал. Просто у меня есть одногруппники, которые прям интересуются. Вот один мой одногруппник, он тоже ходит в эту же лабораторию, как на постоянной основе, что ли. Ну, и он больше интересуется. А вот для нас, для большинства, кто мало с этим знаком, мы прям в шоке, так сказать, сидели, в приятном шоке. Но лабораторная практика у нас будет чуть позже. Да, свободное время остается. Это все индивидуально. Кто-то с самого первого курса, с самого первого дня с головой в учебу, и их можно вытащить в неучебку только вот ближе к концу второго курса, наверное. Но у меня некоторые одногруппники только в конце второго курса стали спрашивать, а чем я вообще занимаюсь по внеучебке. Кто-то, как я, сразу стал интересоваться какими-то внеучебными активностями, и меня сразу же затянуло. Поэтому важно уметь распределить свое время так, чтобы и на учебу осталось, и при этом не отставать по внеучебке. Так что это все возможно. На самом деле я осознала, поступив в РНИМУ, что я довольно-таки активный такой социальный человек, и вот раскрыться я полностью смогла только здесь, потому что в школе я не особо участвовала, да у нас как-то и не было возможности такого прям актива какого-то создавать, проводить мероприятия. Ну, либо я не знала об этом. Поэтому здесь, как я уже сказала, сразу с головой. Началось все с волонтерства. У нас в РНИМУ проходят благотворительные ярмарки, и это такое небольшое уютное мероприятие. В стенах вуза не нужно никуда идти, ехать, особо заморачиваться. То есть ты там приготовил пирог, печеньки. В крайнем случае, если ты не умеешь готовить, ты их просто купил какие-нибудь красивые. И все раздаешь студентам, иногда можно проводить какие-нибудь конкурсы. А потом я стала все больше интересоваться волонтерством, и на первом курсе я прям очень много волонтерила. Я ходила в РДКБ к деткам, я ездила в детские дома в Тульскую область. Сейчас я курирую это направление, которое называется «Дорога и добра». Мы ездим в школы-интернаты детские дома, проводим с ребятишками мероприятия, познавательные, активные, творческие, вообще любые мероприятия, какие мы пожелаем или какие пожелают сами ребята. И ближе к концу первого курса, и на втором курсе я пошла в тьютерское движение. Сейчас я старший тьютер. А вот с начала учебного года у нас снова начнется работа с первокурсниками. Но вообще активная работа ведется уже, наверное, с мая или с апреля, наверное, с того момента, как пошел новый набор тьютеров. Поэтому вся наша команда очень активно работает, много работает. И я очень сильно горжусь тем, что я состою в этом движении. Ни разу. Честно, я ни разу не жалела. Даже в самые сложные моменты, даже когда я не высыпалась, уставала, думала, зачем мне это все надо, я ни разу не жалела, что я поступила именно в РНИМУ, потому что здесь есть какая-то такая атмосфера, не знаю, где каждый твой, не знаю, каждый человек может тебе чем-то помочь, поделиться опытом, никогда не скажет, нет, отстань, я тебе ничем не могу помочь. И вот эта атмосфера, я даже не знаю, как ее назвать, она просто, ее нужно прочувствовать каждой клеточкой своего тела, и тогда, наверное, вы поймете, почему я так люблю наш вуз. И по специальности я тоже никогда не жалела. Я часто думала над тем, чтобы пойти в медицину, но понимала, что практикующим врачом я бы не хотела быть, потому что для меня это слишком большая ответственность, я немножко боязливая в этом плане, а вот именно как наука мне очень интересно, мне нравится изучать такие фундаментальные предметы, ну и посмотреть, что из этого выйдет. Спросите меня через 4 года. Учившись 6 лет, мы получаем специальность, у нас специалитет, врач-биофизик. Перспективы мы можем пойти в ординатуру, насколько я знаю. Направление точно не скажу, потому что там постоянно какие-то изменения, то можно, то нельзя, биофизика. Но насчет трудоустройства я недавно занялась этим вопросом, потому что у меня довольно часто и родственники, и друзья спрашивают, кто такие вообще врачи-биофизики, куда они идут работать. Я тоже задавалась этими вопросами, решила с этим разделаться. Значит, врачи-биофизики могут работать в лабораториях, конечно же, клиническая диагностика, лабораторная диагностика. Могут идти преподавателями на кафедры, как в нашем ВУЗе, в нашей стране, так и за рубежом. Это работа в научных центрах тоже, как в России, так и за рубежом. Выбор есть и довольно-таки большой, но посудите сами, как бы преподаватель и научный работник. То есть это такие довольно-таки разные сферы, но при этом и там, и там мы можем себя реализовать и кому как понравится. Если вам действительно нравятся эти предметы, то, конечно же, стоит. Еще такой маленький жизненный совет. Если вы хорошо знаете химию, то вам вообще будет легко. Потому что я когда поступала, я думала, что биофизика – это биология-физика, и химии будет очень мало. Как же я ошибалась? Но на самом деле это не так важно. И даже в ВУЗе можно наверстать знания, и все будет нормально. Я бы очень рекомендовала наш ВУЗ в плане медико-биологического факультета, и в частности биофизики, потому что это один из самых лучших ВУЗов для этих специальностей. Надеюсь, все, кто нас смотрит, стал на шаг ближе к своей мечте связать свою жизнь с медициной, поступив к нам, в РНИМУ. А если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях, и мы обязательно ответим.